Hypercube 1. Креатор, о котором, наверное, слышало большинство игроков. Его уровни, созданные более 4 лет назад, поражают до сих пор. Долгое время люди пытались понять, как вообще такое возможно создать в ГД. До сих пор воссоздание таких эффектов невероятно сложное. Hypercube привнес в игру новый концепт строительства, превратив ГД совсем не в ГД. Это видео – история о безусловно гениальном строителе, которого до сих пор многие считают умершим. Hypercube 1. Рассказ о нем будет вестись по хронологии. Начнем с его небольшой, но очень интересной карьеры в ГД. Оливер, а именно так зовут игрока, пришел в ГД в 2016 году. Все его уровни уже с самого начала содержали невероятно завораживающие эффекты. Он делал и очень необычные уровни мини-игры, такие как Hyper Tetris и PK Dash. На тот момент 3D уровней в игре было совсем немного, и Hypercube заметили быстро. Многие и по сей день считают его одним из лучших строителей в 3D. Большая популярность пришла к игроку после выхода уровня Technoloid. Этот уровень выглядит как фильм, при первом просмотре очень тяжело поверить, что он создан в геометре Dash. Есть информация, что Hyper хотел добавить к фону геймплей, но тяжело сказать так это или нет, я не нашел информации. Основная опора в уровне делалась именно на эффекты на заднем плане, это можно сказать точно. Technoloid получил оценку и стал первым эпик автоуровнем в игре. Не менее известной работой стал Bubble Sword. Его Hypercube создал для креатора контеста португальского креатора Quicken, где и занял первое место. Даже не удивительно. Здесь Оливер применил так называемый метод пузырьковой сортировки, один из простейших методов для понимания и реализации. В уровне он устроен перебором и движением чисел, если левое больше правого. Но вдруг в октябре 2017 года на аккаунте Hypercube появились странные суицидальные записи. Моё безумие, мои заблуждения выражаются всё сильнее и сильнее. Моя жизнь опустошена ненавистью и глубоким презрением. Я убью себя. Но это не конец. Только одна реальность, всего и ничего. И жизнь в другом времени и измерении. В одном из дискорд серверов он просто сообщил о том, что уходит из игры. Ведь из-за лимита группы лагов он не может создать то, что хочет. Из-за этого он и не мог вложить в них свои идеи. Комьюнити было удивлено и расстроено. Новость быстро распространилась на всю игру. Тысячи игроков создавали в честь Hypercube свои уровни. Многие не могли в это поверить. Через несколько дней на GD-форуме появился пост от игрока Shockwave. Сейчас его не найти, скорее всего запись удалили модераторы. Но полную версию всё-таки можно найти в комментариях под одним из видео про Hypercube. Shockwave рассказал историю о том, как познакомился с Hypercube на одном из дискорд серверов. Будучи поклонником креатора, ему было очень интересно поговорить с ним. Как оказалось, имя Hypercube – Оливер, и он страдал высокофункциональным аутизмом, при котором человек думает о мире совсем не так, как другие люди. Оливер имел концептуальное представление о космосе и о том, как всё в мире устроено и работает. Он говорил о времени как о ветвях дерева. Не все мысли удавалось точно передавать, ведь английский язык не был основным у Hypercube, но даже в этом случае разговор не прекращался. У игрока была сильная депрессия вместе с голосами в голове. Помимо этого, он часто называл себя идиотом. Shockwave постоянно показывал к нему позитивные отношения, иногда это помогало. Лето было временем постоянных разговоров с Олей о вселенной и дальнейших планах в игре. Но вдруг, 30 сентября, Hypercube сообщил Shockwave, что собирается убить себя. Он хотел существовать как энергия без человеческой формы. Игрок прислал фото своей руки с подтверждением намерений своих действий. Никакие отговорки не помогали, и Оливер сообщил, что может убить и своих родителей. После этого Shockwave удалил свой аккаунт. У него был достаточно сильный шок от этой ситуации, и ему хотелось все это забыть. С того момента о Hypercube не было ничего слышно. Так думает большинство людей. Но история закончилась хорошо. Спустя два месяца игрок опубликовал новые записи в игре, в которых сообщил, что был очень близок к смерти, но ему смог помочь психиатр. После всего этого он хотел забыть все, что с ним происходило. Оливер поблагодарил всех за поддержку, а особенно своего друга, от которого мы смогли узнать огромное количество информации. И, наверное, на этом видео могло бы и закончиться, но я решил поискать информацию об этом креаторе. Может быть найдется что-то интересное о нем сейчас. Я встречал лишь скриншот из его аккаунта, и даже увидел предположение, что это все выдумка, ведь в истории Shockwave была допущена одна досадная ошибка. Правда, я был склонен верить тому, что это обычная глупая печатка. В долгих поисках по гуглу, ютубу и другим соцсетям я совершенно забыл о друге, Shockwave, который позже поменял ник на Anigmus. Найти его не составило труда. Я оставил комментарий под его последним видео. Правда, надежды на ответ не было, ведь ролик вышел целых два года назад. Но уже через 15 минут я получил ответ и был удивлен. Оказывается, Anigmus уже долгое время готовит целое документальное видео о его дружбе с Hypercube и о том, что с ним сейчас. Оставалось только ждать. И вот видео об этом на его канале вышло. Обязательно перейдите на него по ссылке в описании и оставьте комментарий. Anigmus провел огромную работу, да и без него мы бы не смогли ничего узнать. Сейчас рассказ пойдет о том, как Hypercube воспринимает мир, какие у него мысли, как он их выражает. Напомню, что у Оливера высокофункциональный аутизм, и он совершенно отличается от обычных людей. Hypercube рассказывал, что его фантазия полна фракталов или абсолютной боли. Страдания, депрессии, презрения в очень сюрреалистичной манере. Ему трудно описать это, но он видит лица на улице повсюду. Он потерял связь с реальностью, ему казалось, что за ним наблюдают. В связи с этим Оливер рисовал. Тяжело понять, что он пытался изобразить, но это выглядит просто невероятно красиво. Многие люди, имеющие аутизм, пытаются передавать свои эмоции именно через искусство. Не всегда что-то объяснить получается на словах. Hypercube имел несколько идей о смысле жизни и существовании человека. Давайте изучим их. Идея первая. Человек — просто бесполезный винтик, который ничего не делает. Оливер писал, что не может понять счастье. Он счастлив только тогда, когда другие страдают. Но он презирает это. Он считает это пустым счастьем. По его мнению, люди невежественны тем, что они живут своей жизнью, но не используют разум, чтобы заметить бессмысленность тех циклов, которые происходят в их жизни. Этими словами он пытался показать то, что общество — это система, которая повторяет одни и те же действия без раздумий. Оливер говорил о том, что каждый человек должен понять, как ему изменить свою жизнь, чтобы она была наполнена смыслом и даже осталась в памяти других. Как это сделать — решает каждый человек. Еще одной идеей хиперкуба была то, что только те люди, которые задумываются о смысле своего существования, не считают себя лучше других. Действительно, заслуживают счастья. Остальные — нет, и они не будут счастливы никогда. Периодически Оливер доходил до мысли, что слишком много думает о существовании. А все слишком легко, и сама жизнь — единственный смысл. Но он признает, что жизнь нейтральна и относительна. Она всего лишь является бесконечным самоотражением. Теперь поговорим о художественных взглядах, видении искусства и о том, чем он на самом деле хотел заниматься. В начале видео я показал скриншот записи от хиперкуба из дискорда. Он писал, что не может больше играть в игру и строить уровни. Причин этого было две. Семья Оливера не имела большое количество денег и просто не могла обеспечить его хорошим компьютером. Лаги, вылеты и были частыми. Но, наверное, больше всего на уход повлияла другая причина. Возможно, некоторые удивятся, но хайпер не мог передать все свои эмоции, ощущения, переживания с помощью игры. Поэтому его уровни — это просто искусство, не имеющее огромного смысла, как считали игроки. Но Оливер хотел делать намного большее, чем просто строить уровни. Он хотел попробовать себя в музыке и создании собственных игр. Идеи об этом приходили к нему в голову постоянно, но его навыки были далеко за пределами идей. Сравнить положение Оли можно с Илоном Маском, который когда-то заявлял, что его мозг постоянно бомбардируется идеями, даже во время обычных, всем привычных занятий. Я думаю, вам очень интересно узнать о некоторых идеях для игр от хиперкуба. Многие из них действительно крутые, но невероятно сложные для создания. К примеру, игра про биомеханическую планету с растениями, состоящих из органов — всё это происходит на планете, часть которой хочет достичь следующей стадии эволюции, но при этом разрушает себя. Вы живёте на этой планете и пытаетесь создавать новые виды форм жизни, при этом боретесь с мутациями с помощью собственных изобретений и формул. Но всё не просто так. Вам нужна целая стратегия для этого. Сама планета или организм может переключаться между состояниями разума. В игре будет открытый мир. Думал хиперкуб и об игре похожей на ГД, но только в 3Д и с большими возможностями в создании эффектов, а именно максимально сложные, запутанные эффекты будут создаваться очень легко. И наверное, самое интересное и самое сложное — это игра в стиле шутера, где окружающая среда и разум врагов искажается под влиянием собственных ловушек, а чтобы держать своих врагов под контролем, будет создаваться новая реальность. Но из-за его частых психических срывов концентрация и память ухудшались, и он забывал множество идей, которые бы даже подошли к фильмам. Следующее, о чём мы поговорим — это уровень видения мира и теория недвойственности. Я не хочу загружать это видео огромным количеством информации, которую Оливер отправлял Шоквейву в разговорах, поэтому перед кратким подведением мыслей хиперкуба предлагаю послушать цитаты великих учёных о сознании и не только. Сознание нельзя объяснить физическими терминами, так как оно абсолютно фундаментально и не может быть объяснено. Эрвин Шрёдингер. «Мой мозг — только приёмное устройство. В космическом пространстве есть некое ядро, откуда мы черпаем знания, силы, вдохновения. Я не проник в тайны этого ядра, но знаю, что оно существует». Никола Тесла. «То, что мы наблюдаем как материальные тела и силы, есть не что иное, как формы и вариации в структуре пространства». Эрвин Шрёдингер. «Современная физика научила нас, что природу любой системы нельзя открыть, разделив её на компоненты и изучив каждую часть отдельно. Мы должны обращать внимание на всё целое и на взаимосвязь между частями. То же самое и с нашей интеллектуальной жизнью. Невозможно провести чёткую грань между наукой, религией и искусством. Целое никогда не бывает просто с суммой его различных частей». Макс Планк. «Хайперкуб-1» часто медитировал, пытался понять, что же из себя представляет сознание, реальность. И пришёл к выводу, что реальность – это бесконечное сознание, и она не двойственна. А Вселенная особенно, необычно, сингулярна во всех человеческих возможностях. И это всё и является разумом, сознанием. Наше восприятие реальности – это иллюзия, созданная нашим собственным разумом. Вселенная проявляется в более мелких скоплениях частиц, которые объединяются в нашу иллюзию дуальности. Как вы понимаете, Оливер продвигал идею недвойственности. Для начала, что такое двойственность? Это идея того, что мы отделены от мира, то, что наше сознание содержится в наших мыслях, то, что человек – уникальный наблюдатель. Теория недвойственности говорит о том, что наши мысли не отделены от Вселенной, что мы – компоненты одной сущности, что общее число мыслей во Вселенной – одно. Конечно, это лишь мелкая часть тех мыслей, которые Оливер постоянно осознавал и передавал своему другу. Тем, кому это интересно, так же как и мне, стоит посмотреть полное видео о Хайперкубе на канале Шоквейва. Помимо этого, в описании к тому ролику указано несколько научных видео с объяснением различных теорий и версий. Ну а мы перейдем к главному вопросу этого видео – где же сейчас Хайперкуб и что с ним? Еще три с половиной года назад, когда Оливер публиковал посты о планировавшемся суициде, он ненавидел общество – человечество. Его жизнь была просто адской. Он постоянно слышал голоса в голове. Но после помощи психолога, после часов медитации, Хайпер смог изменить себя полностью. Долгое время он боролся за восстановление нормальных чувств, избавлялся от депрессии. За эти годы он вырос и в психическом, и в физическом плане. Его ненависть изменилась и превратилась в безусловную любовь к существованию. Это тот момент, которого Оливер желал. Он добился состояния счастья. В январе 2020 года Онигмус отправил Хайперкубу имейл. Разговор снова продолжился. Оля рассказал о своих новых идеях понимания космоса. Спустя год, на Рождество, Онигмус решил отправить ему еще одно письмо, а позже еще два. Но ответа нет до сих пор. Онигмус считает, что он мог попасть в психиатрическую больницу из-за возвратившихся признаков неустойчивости. Он мог пойти в монастырь, как и мечтал долгое время. И еще одна мысль. Это все-таки случившаяся смерть. Так ли это, пока не ясно. Онигмус хотел бы встретиться с Хайперкубом вживую, узнать, как он себя сейчас чувствует. Но пока это сделать никак нельзя. Безусловно, эта история прошла полностью через меня. Я понимаю, насколько это трудно. Жить, слыша голоса и в постоянном страхе. Как сложно меняться, еще и осознавая, что ты должен это делать. Огромное спасибо и Онигмусу. Человеку, поддерживавшему Оливера все это время. Проходившего все трудности вместе с ним. Будем искренне надеяться, что эта история не закончилась, а будет иметь продолжение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова